Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. Ещё одна командная игра в мире Казаков 3. Игра будет 3 на 3. В этот раз я сыграю за Россию. Тоже неплохая... Неплохая нация. В принципе, есть свои хорошие возможности. Меня просили в комментариях в ФФА сыграть, но дело в том, что не очень хорошо в Казаке 3 ФФА играть. Всё из-за того, что ты можешь появиться между двумя соперниками. Я не знаю, как там можно побежать между тремя, там посередине. Возможно, если на четверых только по углам, когда вас раскидает, тогда ещё неплохо. А так, в принципе, играть в ФФА в этих Казаках не очень. Ты не можешь во многих случаях просто победить, как бы ты хорошо не играл или как плохо в моём случае. А командная игра всё-таки подразумевает, что у тебя есть сокоманники, и они смогут тебя вывести, если что. Так, мне советовали сразу строить мельницу вместе с городским центром, чтобы пшеничка сразу появлялась. Собственно, я этим и занимаюсь сейчас. И так как у нас командная игра, то соперники где-то вот тут будут, то есть с моей стороны. Значит, мне надо ставить так развитие моей, моего места, чтобы не мешались... Не прибегали юниты соперника и не начинали мне тут всё грабить. То есть в сторону моих союзников, видимо. У русских очень неплохой юнит уникальный. Это копейщики. Это вообще самый сильный уникальный юнит... Начальный самый сильный юнит в игре. Плюс ещё очень дешёвые бараки, которые стоят всего 200 дерева и при этом дают ещё 25 жителей. Так, а почему они не строят... А, кузница не построена. Совсем забыл про кузницу, блин. Ай-яй-яй. Так, давайте-ка отправим этих... Помочь с кузницей. Деревом ей пока не надо. Потом их отправим ещё сразу добывать. Еду. Надо ещё заранее бараки построить. Возможно, даже двое бараков. Так. Знаете, что этих вообще всех на еду давайте отправим пока. И этих всех на еду. Так. Надо уже хлепать копейщиков. 55 еды и 15 железа. Ну, давайте хотя бы пятерых. Пока. Надо расставить в... В скаутинг их. Чтобы следить за приближением соперников. Кстати, хотелось бы их вообще найти, моих соперников-то. Ещё пятерых построим. Давайте-ка вот сюда поставим этого, а этого сюда. Да. Так. Добыча еды. Тут на бесконечную постройку сделаем. Бесконечное строительство казаков. О! Вот где у нас синий. Отходим, отходим. Чёрт. Чёрт, чёрт, чёрт. Я не угадал с размещением казарм. Блин, вот этих трёх надо оставить вообще-то. И мочим синенького. Так, а эти ребята строят железо. Так, надо идти с синим разбираться. По моему скромному мнению. Так. Железо. Пошла добыча железа. Теперь дерево. Так, я могу вот сразу поставить на дерево крестик. Меня научили опять в комментариях, что так ставишь, и тебя там сразу начинает всё добываться. Так, у меня есть апгрейд. Вообще, мне надо ещё одно. Кого там атаковали? Хрен тебе. Красный. У меня самые сильные копейщики. О, чувак уже выставил тут какую-то оборону, но... Ему это слабо сейчас поможет. Потому что мои копейщики рулят. Фууу. Тяжёлая игра, конечно. Не так... Не так прикольно, по моему мнению, как в цире. Победа. Ну, зря ребята так быстро сдаются. Давайте тогда вам ещё одну игру покажу. Продолжаю быть нубом, хотя я уже немножко потренировался, да и ваши комментарии к прошлому видео мне помогут. В этот раз играю за Россию. За Россию. Настройки игры, континенты, высокогорье, обычные ресурсы средние. Без времени мира будет, так что, думаю, будет весело. Вот у меня в команде, видите, Украина, Россия и Турция. В итоге карту поменяли. Будем играть на Средиземном море. Дальше, что вот тут в центре такая лужица будет. И игроки расположены по кругу. Ну, судя по тому, у меня будет соперник сверху. Вот тут в команде красному у нас повезло. Он будет в таких более щадящих условиях. Поэтому мне надо, видимо, строить свою экономику от этой стороны ближе сюда, чтобы не так было больно, когда, если чувак на меня будет нападать своими конюшнями, там я не знаю, кем он будет. Ну, мне посоветовали, кстати, в тех комментариях к тому видео, что надо одновременно строить мельницу с городским центром, потому что таким образом можно быстро... Ну, тут должна пшеница еще созреть около мельницы, поэтому желательно начинать с нее. Ну, плюс надо в любом случае кузница, а потом бараки. У русских хороший их уникальный юнит, копейщик, это самый сильный копейщик в игре. И плюс к этому у них дешевые бараки, потому что меньше стоят, плюс они жилье дают. Поэтому за русских строить бараки очень хорошая идея. Собственно, я этим и займусь сейчас. Так как у меня соперник вот там вверху, то я бараки в эту сторону... А, мне не хватает... Мне уже не хватает дерева. Сразу надо дерево подобывать. Еще меня научили, что надо ставить создание юнитов вот на какой-то ресурс, и там сразу будет он появляться в городском центре и сразу идти его обрабатывать. Так, сколько у меня строительства бараков стоит? 200 дерева. У меня на 200 дерева насобирать и сразу бараки строить. Вот, собственно, уже можно их строить. Плюс мне еще нужны будут... будет железо. Так, постепенно заканчивается еда. Но пока не созрела пшеница, нету возможности ее, собственно, обрабатывать. Кстати, бараки еще сразу и жилье дают дополнительно. 25 жителей. Так, 600 дерева теперь требуется. Давайте мы пойдем все-таки еду добывать. Все, созрела пшеница. Перебрасываем постепенно ребят с дерева на еду. Потому что надо создавать больше крестьян. Больше крестьян, больше юнитов. Так, начну постепенно копейщиков строить. Отсюда, давайте вот сюда уже направлять. Так, на еде 15. Так, обработаем здесь добычу еды. Ну, 5 на дереве пока оставим. 2, 3, 4, 5. Сейчас надо расставить юниты в скаутинг. Сюда, да, игра медленная. Хотя я, конечно, тормоз. Типа, для меня такая скорость нормальная, наверное, будет. Пускай создается. Думал остановить пока. Такая возвышенность неплохая, кстати. Так, этот чувак пускай тут стоит. Отведем сюда. А главное за миникартой следить за что меня тоже ругали в прошлой игре. Это видео вышло при поддержке справочника и карты 2GIS. Кстати, 2GIS запустили собственный навигатор. Удобное ведение по маршруту и голосовые подсказки о маневрах теперь работают и в 2GIS. Разработчики просят делиться впечатлениями, ведь ваши отзывы очень им помогут. 2GIS, если быть точным. Не знаем, как увеличить скорость игры. Так, теперь дерево надо добывать. Все, пускай ребята на дерево идут. Вообще, еще мне железо надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, главное не забывать на миникарту смотреть. Ну вот, могут прийти только если сверху. Конечно, могут как-то обскакать, но по идее чувак должен меня страховать. Так, увеличим скорость появления еды. Так, сколько тут? Трое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, еще одни бараки давайте. Ну вот, видите, вот окраина лужицы. Ага, вон на меня уже напали. Все ясно. Пойдем сюда контролировать. И юниты пускай туда собираются. Идут уже, блин. Как я и говорил, сверху. А вот и готов. Все. Стоим тут. Собственно, можно сюда и отправлять сразу юнитов. Так, тоже бараки построены. Начинаем клепать. Так, что мне еще нужно? Железо, дерево. Дерево. Давайте построим амбар вот тут. Ну, красный, это ж мой союзник. Правильно я понимаю? Так, стоим тут. Надо следить за мини-картой. Как вы мне и говорили. Так, тут начинаем лес собирать. И вообще надо еще камень начать собирать. Так, 13 собирают. 20 еду нормально. 13 дерева. Все пока путем. Так, давайте-ка мы одного отправим на разведку. Смотреть, где там что. Возможно, даже нападем этими копейщиками. Давайте-ка их прокачаем. 200 еда, 50 золота. Вообще надо на золото уже. 4 камня, 13 дерева. Нормально. золото давайте. Так, еще улучшим. 1300 еда, 300 золота, а защита меньше стоит. Давайте защиту. Так, ну и что? Почему мы тут не видим никого? Где соперник? Где здание соперника? Так. 5. Еще надо на железо и на золото шахты. Все, у меня закончилось место. В принципе, можно атаковать теперь этими ребятами. Ага. Отлично. Пошли. Мой одинокий копейщик позахватывал все всех крестьян у чувака. черного мы сейчас выведем из игры, я так понимаю. Так, проапгрейдим. Нет, ничего апгрейдить. Ладно. все. Чувак говорит, что ему не весело было играть. Ну, я его понимаю. меня обычно меня так выносят. Пошли искать следующего игрока. Так, а заодно можно 2100 камень. Россия всегда бьет Германию в итоге. Так, камни. Нужно еще центра городского поставить, тем более, что... А, ну, все, у меня уже дофига юнитов можно идти нападать. Так, тут идут на моего сокомандника. Мне надо побыстрее не найти. давайте-ка отсюда уже пускай не собираются. и в принципе можно... что можно... Так, пять золота, пускай четверо тут сидят. Одного сюда посадим. где союзник черного, которого я уже вынес? Где этот... Не знаю, кто тут должен быть. Зубик или Сент-Патрик? Я так понимаю. Нет, Сент-Патрик мой. Вот оранжевый либо... А, либо зубик, да. Где эти ребята? Так, можно городской центр построить. И сразу еще одну казарму. Красиво идут черти. ап пройден. Еще еды не хватает. Чистая игра копейщиками. Вот если бы чувак построил кавалерию и бегал бы у меня тут гадил все в тылу. а что тут происходит? Ну, это же союзники. Блин, где еще чуваки? Ага, вот оранжевый. Окей, сейчас подождем, пока соберется армия туда. Сюда поставим сбор. давайте давайте-ка больше золота. Да, я знаю, что можно было барабанщика построить и офицера, но пока нету на это времени. Так, давайте к академию. И с этими ребятами шахту на железе. так, ну, слушайте, у меня тут самая большая армия, в принципе, можно уже начинать нападение, я так думаю, на оранжевого. Если что, подтянутся, ребята. где тут оранжевые? Ага, вот они. Ну? Постоим друг напротив друга. Хотя что стоять-то? Я этих вынесу, по идее. вообще ни одного не потерял. Оранжевая кучка такая грустная. печалька. 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 . Ой, кто-то по мне стреляет, ага, ясно. Продолжили работу под новым руководством, спасибо за понимание. Ну, походу, выиграна игра. Пишите в комментариях, что тут я, как я рачил. Ну, тут, мне кажется, из-за того, что просто медленная вот такая игра была, я и смог. Ну, слушайте, в данном случае, по-моему, я один из моих. То есть, эту игру, по-моему, я затащил, нет? Спасибо. да российские копейщики конечно чумовые ребята особенно с апгрейдами всяческими парочку ой пушка пушка это хреново да сразу дофига куда вы пошли а я захватил пушку подождите дайте мне пушку эту захватить почему пушка не убивается я не пойму тоже что-то не знаю об этой игре ладно куда я тут собираю юнитов вот сюда давайте раз-два-три сейчас соберем побольше и как пойдем нападать так 7 200 еда кстати мне крестьян хватит действительно и и и и и а ну и можно кстати уже построить по одному этому раз такое дело такой караванчик из юнитов норм вот командир а вот барабанщик 7 200 еда нормально так что у нас тут и 5 500 на добычу дерева что-то оранжевый бегает отбивает так эффективность деревообработки и еще на еду так делают мой командир с барабанщиком так вот эти ребята чё тут стоят подходите не стесняйтесь вот они в принципе он подойдет организуем армию можно нападать так что тут еще для кирас защита солдат в доспехах плюс 2 не знаю кстати работает она на этих или нет 8 9 4 раз посмотрим разработали а вот появилась до плюс 2 отлично что у нас тут еще есть для солдат больше наверное и ничего только если еда 16 тысяч золото 2000 так ну что командир пришел вот барабанщик идет я вижу а командир где а вот командир ну что пошли ну что пошли а вот а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Ну так все уже, мы победили Я что-то не понял, почему еще игра продолжается Ох, как нас Расфигачило Ну все, на этом все, спасибо, что застрели до конца Вот такая игра получилась Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба Поставьте лайк Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно И поможет распространиться моему видео Ну и если вы хотите поделиться этим видео То я совершенно не против, а только рад Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях Или просто сообщите вашим друзьям Спасибо, что доставили до конца Удачи и играйте в умные игры Субтитры сделал DimaTorzok